хорошо что нам надо сделать было нам надо было написать кофе-машину которая есть несколько состояний но это же это не сохраняло как мы будем делать состояние я выношу в отдельный интерфейс то есть у нас возможны варианты что в каждом состоянии надо будет сделать выбор по кофе сделать make drink то есть запустить программу cancel все отменить give money отдать назад деньги отдать сдачу такое все что есть отдай назад то есть cancel не завершает работу всей системы просто отменять сделанный вами выбор то есть переводит машину и состояние choice точнее не в ноумане состояние в процессе в чайс сейчас посмотрим java-класс у меня будет кофе-машин да но Да. Что оно может делать, зависит от того состояния. Зачем состояние, например, у нас есть состояние онлайн, да? Оно будет что-то делать. Оно же не будет там делать на презентации, там еще что-то. То есть, может, у состояния нужно два метода сделать, и последовательность вопросов, и оно потом берет в город. То есть, если у тебя завтра нравится какая-то опция, то нужно будет делать всех состояний для тебя? Как лучше? Ну, смотри, опция же будет для разных состояний, а так у тебя как получается. Либо делай, либо не делай кого. Не, ну если я тут, например, нажал на кнопку, уже выдал, выберите написан, да? Ну, это ли то же состояние, оно меняет количество вопросов, это как на машине, он меняет там… Ну, это от состояния не зависит, да. А вот, то есть, по сути, все равно тебе надо будет логику писать для каждого состояния свою. То есть тебе надо будет пользоваться каком-то свечом, который будет проверять, какое сейчас состояние. Да, зачем? Можно просто последовательное написать, которое тебе будет выбрасывать другой метод. Да. А как оно будет знать? Ну, мы пропишем уже конкретную его реализацию. А у меня тут много, и там, я не знаю, что вы будете. Ну, мы постоянно очень понятно, зачем мы идем музыку в полу. То есть, я не знаю, что вы меняете, как вы меняете. Сейчас посмотрим. То есть, у нас по сути кофемашина, она должна тоже что-то уметь делать, да? Текущее состояние. То есть, у нее должен быть какой-то state. Ну, current state. Да, сейчас, 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 сейчас. Какой-то current state у нее будет, да? Ну, пока мы его не знаем. И будут еще какие-то другие состояния у нее, да? Будет состояние, ну, мани. Будет состояние, уже нету, make choice. Out of order и in-process. Ну, и, в принципе, конструктор нашей кофемашины. Будет она что-то принимать или не принимать, ну, не знаем. Давайте создадим какое-то поле условно кофе прайс. Пока будем для одного напитка смотреть. Потому что инкапсулируем вот эту вот штуку. Правила там сделаем. Ну, и плюс надо как-то кофемашине сказать, что она должна знать про все эти состояния. Надо их как-то инициализировать. То есть мы будем, this, no money будет равняться какому-то new. No money state. Потом аналогично то же самое делаем, this, make choice. Будет равняться new. To make choice state. То же самое мы сделаем и для out of order. То же самое мы же предоставим сразу разок и поднимаем capaz. Их отрезаем. Да-entlich есть. Да я прошу концептituру! И вот это все вместе с решением. что мы должны сказать что current state будет равняться но у мани то есть машина запущена работает кофе прайс пускай будет равняться сколько сейчас кофе стоит 15 гривен пускай будет 15 равняться надо эти состояния сделать и плюс что у нас будет делать кофемашина кофемашина будет у нас делать что она будет делать кнопочки путь здоров паблик воит давайте их сразу здесь и реализуем плюс она что будет делать у нас какой-то getter на get current state будет возвращать current state и аналогично setter сделаем паблик воит set current state будем не можно по-другому назвать но по сути методы те же остались чтоб не дублировать сюда заносим this current state будет равняться state можно можно плюс я getter делаю на каждый state что по сути по сути у меня есть автомат я когда это состояние которое будет кофемашины это отдельные классы которые будут ну которые мы должны как бы создать чтобы кофемашина знала про них make choice когда мы подходим кофемашина нажимаем на кнопочку make choice что должно произойти карен то есть мы будем состояние которое мы находимся мы будем передавать и эту функцию сделать выбор и он будет делать его за нас то есть мы будем делегировать этот событие у нас подходит кто-то нажимает на кнопочку кофемашина думает а как мне это логику обработать вместо того чтобы использовать кучу всяких вот ифов элсов свечей мы будем брать ее текущее состояние у нас есть несколько видов текущего состояния да ну которая может быть и в каждом текущем состоянии будут реализованы эти четыре метода и по сути каждый из этих choice of будет его делать по-своему если у нас нету денег то если пользователь нажмет сделать кофе машина как-то по-своему отреагирует то есть ей все равно напрямую сколько у нее состояние может быть она просто для каждого состояния будет перенаправлять этот выбор make choice ты имплементировал со стейт или нету ли это? да да make drink единственное что еще надо будет сделать поменять то мы поменяем но нам надо будет каждому стейту сказать про нашу кофемашину То есть передать сюда this Чтобы они могли к ней доступиться По сути У меня им current state Через Setter No money Make choice Ну и теперь будем их Реализовывать Сразу Имплементируемся Методы Что нам надо сделать Кофемашин Ради бога Сказали про кофемашин Теперь мы можем доступиться Свободно к полям этой кофемашине Так как она у нас есть Но к полям каким Те что геттеры доступны Ресептер если изменить Make choice Вот мы подходим к автомату Деньги еще не вставили И нажмем на кнопочку Типа я хочу Американо С сахаром Что по сути нам машина Должна сказать Пульс Пульс Майни First Единственное что Какой еще метод Можно было бы запихнуть Вот этот Надо как-то знать Что мы Как только у нас состояние Денег нет Мы засовываем Майни Мы должны сказать Пользователю Make your choice Что мы должны сделать Мы должны нашу Кофемашину У нас в состоянии нету денег Перевести ее в состояние Когда у нее деньги есть Да То есть Мы должны Кофемашин Set current state Какое состояние И кофемашина Переходит в это состояние Да И все С этого момента Пользователь уже Когда будут нажимать На кнопочки Они будут по другому Реагировать на кофемашине А будут реагировать Так как это Прописано В статье Сделать выбор Make drink То же самое Мы говорим Нету Нету Give money В принципе Make choice Тоже его делаем В принципе он Чем-то похож на No money Стоит Поля Единственное поле Что нужно узнать Кофемашин Потом говорим Присываем Кофемашин Вот эту Кофемашин Ну и по аналогии Это делается Для каждого State Нам надо Имплементировать Эти методы Когда пользователь Подходит Кофемашине И пытается Запихнуть Деньги Мы что Мы должны Сказать Что-то в этом роде Нам Когда он Выбирает Себе Кофе Мы На что-то Должны Тоже Ответить Там Хороший Выбор Шурк Это мне просто При наставлении Ну Подожди А Сильно Как он Шур Пишется Вот так Типа Вы уверены Вы уверены И переводит Состояние Берет Кофемашин Set Current State Вот так Вот так Ну он Типа Подтверждает Типа Вот Подтверждение Мы сделаем Make Drink И переводим В процесс То есть Вы спрашиваете Вы уверены И он должен Нажать кнопочку Make Drink Сделать напиток Делаем напиток Тут Потом Cancel Мы ему Что должны Написать Sorry Man It's too late Слишком поздно То есть Машина Уже Запущен Процесс И отменить Уже Нельзя Будет То есть Он мог Нажать Cancel Раньше И тогда Было бы Да Или нельзя Можно Да Какое у нас состояние У нас состояние Машина Он еще выбора Но он нажмет Cancel И ему все равно Выскочить сообщение Что мы должны Сказать ему Cancel Здесь можно Говорить Cancel Нельзя Где говорить Будет Когда будет Состояние In Process Да А у нас Какое состояние Make Choice Он еще и имеет Право Нажать Cancel То есть По сути В этом состоянии У него снова Выбор должен Предоставляться А Make Print Или Cancel Да Ну логику Самих методов Мы пока не прописываем Полностью То есть Как оно будет Реагировать Мы просто Пока строим Архитектуру Как оно Должна Делать Логику Саму Можно Это делать Но это Будет Дольше Но Только Последовательно Да И тут Напишем Майкинг Дринк Гив Мани Допустим Он получит Положил Что-то Мы ему Возвращаем Еще Еще Ничего Не возвращаем Мы ему Говорим First А? Он же В принципе Да И выбор Он еще Не сделал Еще Не началось Take your money И что мы Должны Сделать Еще Да Coffee Machine Set Current State Coffee Machine Get No Money По сути Вот так А мы Уже В нем Находимся То есть Это Есть Это Состояние То есть Make Choice Мы Либо Идем Дальше Либо Возвращаем Деньги Либо Он Тут Крутится Но Это Уже Такое Какие У нас Еще Состояние Out Of Order Token Estate То же Самое Методы Надо будет Реализовать Coffee Machine Тоже Сделать Здесь Coffee Machine Будет Это Coffee Machine Итак Состояние Методы Методы а в это состояние мы можем попасть только из in process да ну либо в основном да что мы должны ему сказать то есть тут он будет если пользователь пытается запихнуть money мы говорим рано точнее поздно уже внесли сделать выбор он пытается make choice а ну что у нас было а 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 coffee machine set current state переводим пользователя обратно сюда нет смотри это суть не того как будет работать кофе-машина это то как что пользователь будет нажимать допустим миф может и так молкинг хорошо сделаем по другому когда мы будем как мы его сделаем так что проще было какой момент времени будем его переводить в ноу-мани как мы его будем регулировать сейчас что мы сделаем в процессе македин current state это македин мы Смотрите продолжение в следующей серии. Спасибо. 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 А сам Дону перейти надо будет сразу. Но нормально. Правильно? Дона? Коррестовиц. Ну, в принципе, да. Это вот значит притормозить систему процесс на 5 секунд и возможно возникновение каких-то ошибок. Тут я пишу, как я буду эти ошибки обрабатывать. То есть, есть ошибки, какие мы ловили. Мулпоинтер, out of index, индекс out of bounds, exception, да. Это unchecked exception. Что значит unchecked? То, что неожидаемо. А есть еще checked exception. Те, которые мы можем ожидать. То есть, ты можешь прописать, какие ты ожидаешь ошибки. Если ты ожидаешь, что выполнить. Ну, как бы, вполне реально, что это во время этого процесса может возникнуть какая-то ошибка. Я с помощью trycatch пишу, как я хочу эту ошибку обработать. Угу. То есть, если у нас нет ошибок, мы выводим шестерки. Угу. Так, что нам надо? Угу. Закрываем пока вкладки. Ону. Угу. Мы должны создать какую-то кофе-машину. машин 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 чуть-чуть у меня все повалилось да что я там менял фиш у меня кто теперь behavior нет я говорю ты должна быть swimmable выбираем а это ocean тоже можем принимать swimmable тут манифорст кофе машин мани и мейкинг кофе сейчас мы его подправим чуть-чуть ну тогда м манифорст кофе манифорст кофе манифорст кофе манифорст кофе но хочется чтобы он перепрыгивал сразу как то кофе хорошо current state мы этого берем make drink что-то make choice state если я выбираю ага все верно все работает мейкинг для наших кофе машин мы перевели в состояние get in process после чего coffee machine set state вот так вот да смотрим создали кофе-машину она по умолчанию в каком статье находится нету денег я пытаюсь вызвать make drink что она мне будет делать то есть put money first да хорошо как только я ей попытаюсь засунуть money она мне скажет ну нет put money вот она говорит а дальше тут она у меня ничего не говорит ну можно сказать money in это тоже можно в состояние перенести money in и что нам остается сделать надо будет какой-то choice сделать ok кофе-машин make choice nice choice are you sure если я попытаюсь что сделать если я попытаюсь что сделать кофе-машин take your money а если я два раза попытаюсь сделать choice ну то есть ну в принципе да ну как ну то есть что еще можно запретить сделать make make drink а 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 по а к да запихнет поэтому мы его как бы money надо вынести каждому отдельно money in current state money in current state у нас какой no money заходим в no money вызываем его money in сделайте свой выбор put money то есть в чем суть всю логику вынесли отсюда с кофе-машины вынесли на каждый стоит отдельно какой у нас еще может быть стоит появиться какой-то еще стоит если появляется то по сути логика здесь вообще меняться не будет то есть кофе-машин берет когда вы вызываете на ней какой-то метод она его перенаправляет на выполнение того в то состояние этот метод будет выполнять в котором она сейчас находится и самое интересное что состояние меняет не сама кофе-машина состояние меняют друг друга то есть они друг дружку вас скрыто между нету тут такого называется когда-то это делегирование событий когда вы даете сделать какое-то обработать события кофе-машине она его перенаправляет уже в нужное русло этот как бы паттерн состояние такое делает с кучу вас разных состояний паттер шаблон шаблон проектирования то есть есть задача сделать что-то где-то может променяться применяться допустим в head first приводит пример с этими автоматом для конфет которым какие-то конфеты шарики вы кидаете туда монетку дергаетесь за рычаг и конфетка выпадает какие возможные варианты не кинули монетку дернули за рычаг что будет происходить автоматом что-то выдаст либо допустим вы пытаетесь много монеток запихнуть туда либо конфетки закончились это все состояние не в каждом состоянии обработка каждого процесса идет по своему это описывает паттерна состояния где еще может допустим банковский автомат то есть когда вы работаете чем-то и пытаетесь что-то где-то допустим нажать тыкнуть и она вам что-то в ответ выдает при том варианты ответа возможны в разных состояниях то лучше всего использовать этот паттерн состояния в смысле шаблон вот все шаблон ты создаешь не капсулируешь все состояния внутри твоего автомата или чего-то там да программы и говоришь как она будет работать каждым этим в принципе да давайте отдохнем я покажу паттерн который уже есть готовый продолжать кофе-машин сделали она конечно как это чисто такая показательная архитектура методы никакие ничего не происходит просто как их можно применять нужно будет дальше расширить что еще хотелось бы сделать допустим кофе-машин весь какой-то у нее кофе прайс на ну его можно запихнуть можно еще что сделать допустим она у нас еще будет делать и поэтому у нас будет еще ти прайс и по сути что можно будет сказать что там ти прайс тоже будет равняться там 10 гривен допустим вот так вот будет какой-то ну это можно сделать да как бы то есть но это уже не в этом суть скажем так что я хочу сделать давайте сделаем get a resettering tip price сделаем get a resettering coffee price допустим как эта цена будет происходить будет кто-то подходить конкретно к автомату и вбивать там цены да то есть ну не прикольно долго если у кого-то там сотни автоматов надо как-то чтоб они автоматически обновлялись какого-то центр да было бы прикольнее вот так сделать какая-то такая глобальная рассылка по всем автоматом что измените цену пацана изменилась и поставили как можно еще сделать ну у нас нормальный автомат там дисплеи да стоят я не знаю есть сейчас эти автоматы кофейные ну обычные сейчас столько этих машинок и на сутки и а это вот и да можно это сделать но мы сейчас сделаем человечков три девочки один мальчик учился короче в чем суть у нас есть почта да и вы как-то подписаны на какую-то газету да хотите как какой вариант вы можете каждый раз там письма или шоу там за свои газеты идти на почту каждый будет идти и забирать свою газету но не прикольно на каждый есть ли да то пришли а там нету проверки вот этот каждый раз делать то есть как мы можем сделать мы по сути можем нашем кофейном автомате сделать какой-то доступ чему-то чтоб она каждый раз проверяла перед тем как сделать кофе она будет сотрить его цену вот это вот все как-то ну не прикольно как еще можно будет сделать можно будет сделать да то есть сразу вот так вот если есть кто-то отписался чем-то на подписку на похоже вот так вот еще топатор называется observer наблюдатель что он из себя про наблюдает вот эти вот наблюдает за почтой то есть почта это у нас будет какой-то subject за которым будет наблюдать объект наблюдения за ним все будут наблюдать что он себя будет представлять то есть в почте будет какой-то массив этих наблюдателей и он если им надо будет что-то уведомить их он просто поочередно каждому будут обращаться и будет их уведомлять их об этом да то есть что мы хотим сделать у нас будет какой-то класс то есть тот за кем будет наблюдать на observable сделаем его не классом и сделаем его интерфейсом такой да какие методы у него будет у него будет метод это добавить наблюдателя Ладно, мой наблюдатель будет, в java есть уже интерфейс, вот этот вот, оно заточено, можно использовать java-вские классы, интерфейсы наблюдателей, observable. Есть, мы посмотрим. То есть я хочу добавить наблюдателя, вдруг я хочу удалить наблюдателя с подписки, да, о том, что я хочу notify. Нельзя, да? Пускай вот так вот будет. То есть у нас будет, можем добавлять наблюдателя, можем сказать, что сделать рассылку каждому из них. И плюс у нас будет какой-то интерфейс observer, да. Интерфейс, у него будет метод update и он будет что-то апдейтить у себя. Метод что-то будет принимать у нас? Да. Угу, угу. 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 Пускай сделаем вот так вот Будет получать цену На кофе и на чай Откуда? Какая разница откуда? От кого-то? Кого мы уже укажем Он просто наоборот в этом методе будет В каждом меня активно Передавать мы будем Прямо туда вниз Перемент state Кого мы будем MyObserver Да? Что мы хотим? В случае чего мы скажем This CoffeePrice будет равняться CoffeePrice Аналогично This T-Price Будет равняться T-Price Давайте напишем метод Сделаем проще ToString Вот так вот Будем передавать CoffeeMachine Нам будет показываться T-Price и CoffeePrice Систем в целях Тестирования Ну и плюс я хочу сделать Какого-то CoffeeCenter Он у меня будет У него будет Какой-то Лист Кого? MyObserver Систем в общем Locker вот так вот уберем не урайлист что делаем если добавляем observer ну что делаем observers add observer если удаляем observer что делаем observers remove observer единственное надо будет чтобы его remove вот такому признаку надо equals переопределить в нашем observer чтобы он мог его сравнивать как делает raylist remove object вы же делали это листовский вот raylist переходим remove а2 передается позиция которую вы хотите удалить либо передается объект если объект передается то что он делается кстати интересно организован он проверяет на нулы тоже вы можете в remove raylist передать нул и он вам не выкинет никакую ошибку он пробежится по вашему raylist и спросит есть там null или нету null а если вы передали не нул то он пробегается и в каждый элемент точнее объект сравнивать с каждым своим другим элементом для чего почему не наоборот почему не элемент сравнивается с объектом мы же писали raylist правильно у нас есть внутри у нас что массив метод remove делает так у вас массив может быть не полностью заполнил в конце могут быть нул и правильно но от пользователя мы это как бы скрываем когда вы пробегаетесь в цикле for вы пробегаетесь по сайз а полностью вся длина это capacity то есть вы по умолчанию пробегаетесь по сайзу то есть тут вы не вскачете давно тогда почему метод remove вызывается не какая-то ячейка equals там объект а объект ячей ну equals там какая-то ячейка какой вариант возможно возможно что вы захочете запихнуть сюда нул в серединку такое же никто не исключает вы можете сказать get и будет равняться теперь нул может такое может и в итоге сайз то от этого никак не изменился в ячейку не удалили вы просто сказали что там будет пустота да вы пробегаетесь по рейлисту тут что делаете вот такую штучку ну equals object и сразу ловите ну pointer exception каждому можно сделать конечно проверку если ячейки не равняется нулу сделать это но это вот получится раза в три больше ну что там куча проверок а так вы сначала проверяете передавшийся object если он нал пробегаетесь и сравниваете смотри как сравниваете ячейки сравниваете ссылки если он не нал значит все будет и тут ну pointer exception по объекту вы никак не словите потому что он уже явно не нал вы пробегаетесь по нему и сравниваете каждую ячейку в эквелс вы свободно можете передать нал если это не проблема никакого ну pointer не словит вот как бы все так кофе центр у него есть рейлист поэтому если мы скажем remove observer какой-то нам надо переопределить equals потому что у нашего observer а это кто это кофе машин у него equals не переопределен на как он будет сравнивать две кофе машины между собой ну не когда чтобы удалить кого-то нам надо взять проверить наш объект присутствует в этом массиве как мы это узнаем для этого нужен метод equals поэтому в кофе машин по идее не мешало бы сделать вот операцию до эквелс какой-то можно сразу генерить ну пускай так но вообще когда да создаете и notify что делает метод notify он пробегается по нашим всем обзервером и говорит что-то им говорит да а шо он говорит он берет каждого обзервера вызывает его метод update и передает сюда какую-то цену но цену нам что нам надо же создать эти цены нам надо создать поле правило инт и прайс на это же самое мы делаем правило инт кофе прайс то ё-моё мне это кофе она никогда не шо делаем гетари с этой принципе да но так он и будет с этим но мы сейчас просто будем не именно его структуре а извини чтобы сетить единственный нюанс мы же когда изменяем сайт какой-то делаем нам надо сразу сказать что эти изменения поступим вступили в силу и после каждого сеттера нам надо будет вызывать метр метод notify observers правильно то есть по сути мы как должны будем сделать тут что будем передавать и прайс или мы сначала там кофе прайс да по моему передавали кофе прайс и прайс сеттер вы получаете какой-то цену и шо говорите notify observers то же самое вы изменили цену на кофе вы шо говорите скажи пожалуйста всем моим автоматом шли изменил цену как мы могли бы сделать мы могли бы просто каждому автомату создать поле кофе центр и через getter проверять эту цену да в чем минус при вызове каждого метода но с какой последовательностью надо сотрить то есть перед каждой операцией он бы сотрел на этот свой кофе центр обращался и спрашивал какая сейчас цена какая сейчас цена какая сейчас цена ну долго так кофе центр когда нужно будет он сообщит вам что цена изменилась и все вы он даже не знает о том кому он будет как бы сообщать ему все равно ну главное чтоб он наследовался observable и все это даже может быть какой-то кофейный обслуживатель кофейного автомата у которого на планшете окошечко какое-то там сообщение вот месседж вылетит что цена изменилась либо это могут быть поставщики или тех кто вас покупают что-то цена изменилась то есть вот так вот она заточена добавляете удаляете что еще могу ну в принципе все кофе машин что мы сделаем давайте этот код я уберу у нас есть кофе машин создадим еще какую-то кофе машин что можем вывести на экран кофе 15 прайс такая тогда у нас будет какой-то кофе центр что мы будем делать мы в кофе центр ну сайт кофе прайс сделаем 20 и после того как мы сделали 20 зайдем сюда ничего не изменилось почему ничего не изменилось все еще просто дал какой статический а кто наблюдает за кем мы наблюдаем еще ни за кем не наблюдаем что я увлекся чуть-чуть кофе центр это observer мы добавляем кого кофе машин первую кофе машин а в кофе центр она просто по умолчанию реализована как ноль смотри мы когда создаем кофе центр она берет тип прайс и кофе прайс такие ну вот давай мы можем знаешь даже как сделать мы можем кофе центр вынести на самый верх кофе машина вынесем после него кофе машины что мы еще лучше сделаем они не будут знать по умолчанию будет все нули то есть 00 знает только первая кофе машина что у нее цена на кофе 20 потому что мы это сделали через центр самостоятельно на ценности не вообще не выставляет у меня нету такой функции что мы делаем мы берем наш кофе центр и сет и прайс ставим десяточку и первая кофе машина знает про чай и про кофе цена вторая не знает как сделать вторую кофе машина кофе машин два добавляем и все круто работает то есть вот такая вот привязка нету прямой связи кофе машины с точнее наблюдателя с наблюдаемым объектом связь у них довольно таки слабая слабее чем если бы мы взяли отдельное поле и каждый раз через него обращались кофе центр то есть кофе центр сам когда надо будет что-то будет делать вот эту вот рассылку смотри мы можем например еще если например нам надо кофе машинам разные цены ставить мы просто создадим разные переменные да и будем обращаться к ним кофе машины ставить разную цену да ну вот например одним у меня в центре стоит вторые где-то там за академий городком там подешевле надо здесь подороже можно разные группы создать и да можно группы можно отдельно поля там какая-то наценка или что туда вместе можешь создать разные тоже интерфейсы observer observer 2 observer 3 то есть вот так вот можешь делать что тут можно посмотреть можно посмотреть на ум что у нас в итоге получилось у нас какой-то стоит тест кофе машин мы не берем давайте посмотрим больше связей связей порядочим это все что у нас есть состояние да от этого состояния зелененькими стрелочками пунктиром наследуются интерфейсы процесс стоит out of order эти все интерфейсы у них есть связь с а у кофе машин то есть у кофе машин есть все эти состояния вот они да мы можем наблюдать стрелочку один к одному а пунктиром означает то что это это какой тип связи агрегация композиция это композиция то есть наши все состояния не существует помимо того как внутри нашей кофе машины не создаются и отдельно не рассматривается как таковые они все являются ее сущностью поэтому еще вот такой вот пунктирник create также наши кофе машин наследуется от myObserver да этот myObserver он используется в кофе центре для чего то для чего он используется в методе notify когда мы пробегаемся по каждому нашему обзерверу и вызываем в них метод update кофе центр наследуется от интерфейса observable ну в принципе вот так вот это что паттернов проектирования мне что смотрели сегодня singleton состояние и наблюдатель observer в java есть свой observer только единственное что тот кто наблюдает это интерфейс а тот за кем наблюдает это абстрактный класс и поэтому в случае если вы его используете то у вас множественное наследование как такое отпадает если у вас класс уже наследуется какого то класса то он уже не может использовать этот абстрактный класс observer observable точнее сейчас точно вам скажу как он называется чтоб нас не обманывать вот есть observable java util класс даже не абстрактный обычный класс добавить addObserver deleteObserver да notifyObserver единственное что в нем когда вы хотите перед тем как notify сделать observers вам надо вызвать метод setChange то есть сказать чтоб а поля какие-то изменились иначе notify не будет работать то есть в принципе зачем их уведомлять если никакие изменения не произошли поэтому сначала делается так тоже видите synchronize сегодня мы с вами смотрели и и и и смотрим observer тот что мне предлагала то есть есть какой-то интерфейс который update принимает observer принимает какие-то аргументы то есть subject ну в принципе похоже как у нас есть просто мы посмотрели как это можно сделать а тут он уже готовый лежит если вам надо что-то делать такое вот вы уже знаете как это сделать берете интерфейсиков пару штучек наследуетесь и сообщаете друг дружке что еще хотелось бы обговорить с вами с вами еще хотелось бы обговорить такую штуку как хотя бы назовут начать linked list то есть мы с вами уже знакомы с рейлистом и он когда мы вчера рассматривали он наследуется от какого-то листа да какой-то там в нем есть интерфейсик в нем есть свои методы которые он уже реализует внутри себя давайте посмотрим что он делает то есть у нас был рейлист который наследуется от интерфейса лист от интерфейса коллекции и по сути у нас есть еще какая-то структура linked list который стоит рядом с рейлистом практически и наследуется от того же самого листа ну и плюс еще дополнительная ветка появляется очередь qdq в чем разница если мы помним что рейлист у него был еще интерфейс random access такой интерфейс маркер который говорил что мы можем доступиться к разные точки нашего рейлиста просто по номеру делаем там getE и сразу в ячейку памяти нас перенаправляет и мы берем вот этот вот элемент в linked list такого нету то есть вы не можете доступиться к любому элементу с любой ну сходу вам надо пройтись по каждому элементу подряд по порядку и дойти до того вам и нужного это конечно минус если вы ищете вот так вот но в чем то плюсы есть linked list то есть в структуре данных их много вариаций у них есть какие-то разные сложности алгоритмов да вот мы вот берем что мы с вами знаем мы знаем обычный массив и знаем динамический массив правильно то есть в обычном массиве поиск по индексу как и в динамическом он зависит скорость у него от единицы что такое от единицы это константа то есть с одинаковой скоростью что вы будете делать поиск допустим get1 либо get так далее у вас сработает с одинаковой почему это будет происходить потому что у нас есть такая штука как random access это тот интерфейсик оно по памяти высчитываются ячейки памяти и довольно таки быстро работают второе у нас есть какой скорость от n то есть чем больше n тем дольше скорость это работает то есть n это количество элементов то есть поиск какого-то элемента в обычном динамическом массиве происходит в цикле for там где вы пробегаетесь по каждому элементу и сравниваете на метод там контейнс наберем в рейлисте индексация это когда ты берешь get и а просто узнать что там лежит да ты сразу же знаешь обращайся в какую ячейку а поиск это contains когда ты передаешь в рейлист и ты тупо берешь пробегаешься по каждому элементу ну в среднем это как даже не n поделить на 2 на миллион элементов 500 тысяч итераций в худшем случае в лучшем случае с первого раза угадает ну не очень хорошо да а представляете да если у вас там миллиард их или что так вот искать ну долго есть еще такие структуры а потом что вставки и удаления тоже как бы константа идет вам надо сначала найти этот элемент да потом взять скопировать массив его раздвинуть туда вставить количество элементов их перезаписать туда-обратно тык-тык-тык-тык перезаписать все в обычном массиве вставка и удаление запрещены то есть у него размер константа есть еще такие штуки как односвязный двухсвязный список тут ситуация чуть-чуть другая смотрите индекс и поиск зависит от количества элементов да а вставка и удаление константы всегда работают с одинаковой скоростью что такое вот эти однозвязные списки двухсвязные чуть-чуть другая структура данных чуть-чуть по-другому устроена то есть если на линке двухсвязный список если рейлист внутри себя хранит какой-то массив то линкед лист внутри себя хранит какие-то объекты только в чем нюанс он хранит внутри себя только по сути один объект он даже два хранит первый и последний элемент а каждый объект знает кто идет за ним и кто был перед ним то есть если у нас двухсвязный список то у нас есть две связи если у нас односвязный список то наш объект знает только про следующего по сути да то есть там не надо ну смотря как ты можешь устроить ее кстати можно устроить не обязательно на линкед листе ее можно устроить и на обычном массиве то есть там такие вот вариации то есть как это все происходит и на самом-то деле как оно ну как они хранятся да что значит элементы которые знают только про следующую смотрите есть у нас линкед лист методы у него такие же самые ну аре лист а почему потому что эти методы ну большинство методов вот эти вот что здесь вынесены они взяты с кого с интерфейса лист они просто переопределены делает он их чуть-чуть по-другому внутри почему потому что структура внутрешняя разная логика выполнения такая же создание два пути создания создаем пустой либо сразу передаем уже кого-то и он его записывает записывает реализация сразу под интерфейс и все вам удобно ну и ему все равно какой тип ну ну как тут тоже generic идут ну если у вас чисто обжект то да там уже все будет приравнено к обжекту потом с чего бы начать linked list а мы с вами попробуем сделать свой linked list то есть my linked list мы будем имплементиться вот не like от list ну придется что нам делать он представляет не индекс of last last index of да не ну как ну не все сделаешь тут тоже видишь все сделаешь если я ну надо будет его переписать то есть по сути мы будем состоять из каких-то таких вот узлов просто надо будет каждый раз при добавлении нового элемента мы будем создавать новый узел и будем его добавлять в нашу структуру либо говорить ей ну точнее как наша структура будет знать только про первый узел да вот допустим у вас есть заново вы создаете linked list он у вас пустой у вас нету ни одного узла узел первый называется head голова последний называется tail смотрите как можно вам я вам покажу в визуальном режиме а я сотрел этот brute force linked list linked list linked list ну вот сотри для чего он давай сейчас посмотрим посмотрим как он работает есть есть связка да давай пустой можно fix не хочет не хочет не хочет он знает он знает что он теперь это будет tail head у нас 18 хочу добавить еще какой-то новый элемент insert tail пускай 45 добавляется 80 80 теперь у меня сотрит на какой-то 45 так дальше будет идти так где оно было когда-то классные ссылочки то есть свинк фракшн с уху 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 что-то найдем шпи красиво визуализация была пока оно грузится ага вот уху 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 Давайте попробуем на дереве. Допустим, я добавляю элемент 1 в свою пустую структуру. Нажимаю insert. У меня появляются элементы. Добавляю элемент 2. Появился он сюда, добавился. Связь появилась. Добавляю 3. Появляется сюда 3. Добавляю 4. Добавляю 5. Он идет, идет, идет. Добавляю его в конец. Если я хочу кого-то удалить. Тут просто дерево, оно его сортирует. Вообще нет. Вообще, когда добавляем, мы сразу выносимся и head, и tail. Оно в конец. В середину ты будешь проталкивать, просчитывать. Как, смотри, вставить или удалить? Как удаляется в обычном массиве? Вот в чем преимущество? Доступ по индексу. В обычном массиве, он тут у нас заполнен, да, элементами. 1, 8, 6, 3, 4. Я хочу удалить 6. Что я беру? Я беру свой массив, да, по сути. И копирую вот эти вот значения из сюда. Я беру все значения и перетаскиваю его на одну ячейку. Ну, если у меня тут два значения, ради бога, если их 100-500, то тут поберешь, каждое так чик-чик-чик-чик и меняешь, сдвигаешь на одну позицию влево, правильно? Как делает это LinkedIn List? Все. То есть, что он делает? У вас есть структура данных. У вас есть 1, есть 8, есть 6, есть 3, да, есть 4. У меня она так круглая. Я хочу удалить 6 по-прежнему. Что он делает? Он теперь говорит, что 8 теперь будет смотреть не на 6, а 8 теперь будет смотреть на 3. А что, как он у меня находит? Уже это знаю? Не, ну мы только знаем, как это и 8. Ну, так смотри. Ты берешь первый элемент, спрашиваешь у него, кто твой другой элемент. Он тебе говорит 8. Ты теперь становишься 8. Теперь ты спрашиваешь у 8, кто твой следующий элемент. Он говорит, мой следующий элемент 6. Ты говоришь, о, 6, я как раз тебя хочу удалить, дружок. Хорошо, а если тоже из 100-500 он пробегает, то все равно мало. То есть, если он, наверное, предпоследний будет, он пробежит аж к нему. То есть, вот видите, в чем загвоздка? Если элемент в ArrayList загвоздка в поиске очень, ну как, простая, да, в принципе, по элементу, по индексу. То есть, простое удаление напряжения. Ну, хотя, смотри, а поиск по значениям там же тоже ты по каждому элементу пробегаешься. Ну, ты же тоже тут счетчик. Тут такой же самый счетчик идет. И так же само сравниваешь. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. А тут в каждом элементе получается больше данных. Да, так и есть. Там ты хамишь только самоозначение, а тут еще связь предыдущего. Да. Ну и плюс, если учить… Там память забивается больше, да? Ну, это есть такое. Ну, если это у тебя обжекты какие-то… Оно так и есть, это там обжекты, да. Тексты какие-то больше, я думаю, появятся. Ну, то же самое может быть и в ArrayList. Ну, может, да. У тебя просто дополнительные два поля появляются. Next и Previous. Вот, ссылки на кого. И вот, когда ты удаляешь кого-то… А сейчас ссылки хранятся только сама ссылка. Ну, то есть… Ссылка занимает 32-64 бита. Все. То есть, ну, в принципе, чуть-чуть больше. Ну, это не сильно много. И вот. А у первого и последнего по обжору только по… По одному значению. То есть у первого Next, у последнего Previous. Смотри. А у него еще значение, что он хэд или что он хэд или что он хэд. Тут смотрит на нул. И тут смотрит на нул. А у первого и последнего есть? И понятно, не три. Да. Ну, то есть оба. Оба есть поля. И есть и Previous. Да. Структура данных тут одинаковая. То есть, по сути, у нас будет какой-то класс Not. Вот в полях которого будет первое поле. Not Next. Not Previous. Ну, хорошо. Тогда получается, что первое и последнее, что-то дополнительное поле. Почему? Поле не будет. Ты просто… Это же ссылка. Как он знает? Как он знает? Хэд и Тейл. Кто хэд? Куда это? Хэд и Тейл знает Линкедлист сам. То есть, нод – это отдельный класс. А он ссылку хранит типа с хэда. Да. На какое-то число… Ой, на какое-то число… То есть, по сути, смотрите. У нас есть какой-то Линкедлист, да? У которого будут два поля. То есть, private node head. И private node tail. Сразу предлагает мне кого-то сделать. Я говорю, нет, спасибо. То есть, мне надо вот эти вот… Осталось написать. Что это за ноды, да? Ну, у меня тут нод есть вообще. Да, не надо нод тебе. У меня другой нод? MyNode. Да. По сути, нод я свой буду кем использовать? Ну, давайте его пока отдельно сделаем. Ну, ну, то есть, у меня джанровки нод сегодня. Я хочу создать класс нод. Ну, нод – это, получается, это… Что-то теперь… Да, нод – это вот какая-то сущность вот эта вот, которая будет храниться. Что она из себя будет представлять? Наш объект и два указателя на предыдущее и следующее. Да, то есть, у нее будет поле нод следующий, предыдущий, и что у нее еще должно быть? И должно быть же какое-то значение, правильно? Но он даже должна хранить какое-то значение внутри себя? У-у-у. То есть, ссылка на предыдущего, на следующего – это хорошо, но для… это ж должны какая-то данная хранить внутри себя, да? Да, абсолютно. Ну, вот данные у нас будет object какой-то. то есть, мы пока… Что, нам надо какой-то конструктор создать для нее, для ноды. Пускай такой вот конструктор будет. Можем его перегрузить. Можем только value передавать. По сути, когда мы создаем наш linked list, будем пользоваться… Явно давайте сделаем конструктор. Ну, все, у нас хеда и тела еще нет, они равны нулам, правильно? То есть, как такого у нас просто пустая сущность, в которой ничего не хранится. Я хочу вызвать метод какой-то… Смотрите, size есть. Что у нас? Можно создать сразу переменную size. Будет счетчиком, да, каким-то. И тут сделать return size. Все, один метод готов. Осталось там… Дело замалым. Значит, счетчик элементов linked list. Да. Метод из empty. Возвращает пустой ли ваш linked list. Как его можно реализовать? Через size. Через size. Если size 0, то он его возвращает… Одной строчкой кода. Ну… Что стоит сюда? Из empty. Пустая ли… Возвращает либо true, либо false. Пустой ли linked list. Как это можно узнать через size? А, посмотри. Тернарный. 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 Ну, если встать… Нет, если встать… Можем же так спросить? Ну, уча… Зачем нам торнарный оператор… Типа, если size так, то верни true, если так, то верни false. Он сразу нам возврат делает и все. Все. Два метода готовы. Вообще… Хорошо идет. мы берем какой-то элемент и должны его куда-то добавить куда мы его должны добавить если size 0 то если size 0 надо сделать его head ну в принципе да и присвоить ему next и previous ну либо size 0 либо мы можем спросить если head равняется now более таки она спросить у меня есть кто-то в head или никого в head нет тогда что мы делаем тогда head будет равняться new node и что мы передаем передаем какой-то обновь я к своему ноду обращаюсь он меня добавляет впереди еще или ты то есть оно это нормально ну ты значит у тебя импорта здесь нету а а импорту и size она сделала ну то есть по сути мы добавляем элемент говорим что ты теперь у нас будешь head у head будет какой-то previous или next ну по сути а кто у него будет нулы правильно значит мы их не должны выставлять и можем воспользоваться вот этим вот конструктором первый раз когда мы создаем наш linked list мы говорим сначала у нас head это типа дополнен конструктор новый tail это нул а мы что добавляем какой-то object говорим add object у кого у листа нашего он берет сотрит так у меня есть какие-то элементы или нету о нету элемента значит что значит я я создаю новый узел помещаю сюда свой object да вот он и этот узел у меня теперь будет позиционироваться как head но так как у меня один элемент значит этот узел одновременно будет и tail правильно поэтому а зачем две пробирки что-то наподобие но как мы будем вас потом назначать если первый ну прибираем на более не так если head нул то он становится и head и tail да потом будем tail определять если мы еще раз ну а если head еще раз вот дальше нам уже надо как-то по-другому будет думать да уже сейчас мы это обработаем эту всю логику то есть мы так сделали у нас head tail сотрят на один объект ну и что по сути остается сделать надо же сделать size плюс плюс правильно еще ну и return true все хорошо все про каналы а теперь что будет происходить есть у меня мой лист в котором есть уже и head и tail и я снова вызываю метод add object он у меня заходит первая проверка спрашивает head равняется нулу нет не равняется тогда что мы должны сделать а кому мы его должны добавить мы по сути как должны делать мы должны мы должны взять tail это хвост последний элемент да у tail которые мы должны ухуху 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 а ну tail засунуть новый object да уже угу угу Надо ставить в покое. Я могу обратиться к своему листу и сказать, что tail next, кем теперь будет равняться, new, node, object, правильно? У меня есть один элемент, допустим там хранится единица, это все идет в линкед листе, этот элемент у меня есть в линкед листе два поля, head и tail, по умолчанию они сначала равны нул, после того, как я делаю первый add, самый первый, я создаю новую эту сущность и говорю, что head теперь у меня будет равняться вот этой вот сущности, правильно? Ну и в принципе tail тоже. Когда я добавляю, делаю новый add, мы спрашиваем, у меня в структуре уже кто-то есть? Кто-то уже есть, поэтому что мы должны сказать, что следующий после тебя будет уже новым элементом. Мы должны создать новый элемент, пускай это будет два, и сказать, что вот этот вот, у него же есть, это нода, правильно? У него есть поля такие, как previous и next. Есть такие у нее поля? Чему они у нее сейчас равняются? Вот, мы ее создавали вот таким вот образом, вот конструктор, если мы передаем только значение, тут значение по умолчанию унициализируется, а по умолчанию это нулы. То есть мы, у него никого еще нету, но мы можем сказать, что твой next, теперь будет вот эта вот штука. Next это не метод, next это поле. Поле кого? Поле ноды. Ты говоришь, я хочу взять свой элемент и в его поле next записать какое-то значение. И этим значением это будет ссылка на новый объект. И после того, как ты сделаешь так, ты будешь иметь один, который смотрит на два. Чуть-чуть вот так вот. Ну и поля новой, знаете, три раз хранят ссылки, короче, на, ссылки на, короче, на предыдущий следующий объект. Вот. Не совсем. Когда мы сказали вот так вот, да, эта нода знает что-то про единицу? У нее есть поле next, равняется нул, есть поле previous, равняется тоже нул. Список получил, ну не односвязный. Нам же надо как бы, у нас двухсвязный список, надо сказать двойки, что ее прошлый элемент это единица. Как мы это сделаем? Ну, можно сделать это. Tail previous будет равняться кому? Точнее не вот так вот. Tail next previous будет равняться tail. Вот так вот, да? Криво-косо, да? То есть оно говорит, что tail у нас сейчас это единица, правильно? Он говорит, что next у tail это два. А твой previous поканул. Но теперь он будет равняться вот этому вот. Да. Ну, такой вот. Поэтому проще как сделать? Проще тут еще создать один конструктор, который будет принимать object и previous, да? Мы сразу будем передавать сюда какой-то. То есть конструктор, previous, object. Окей. Когда будем использовать такую вот штучку, то сюда будем просто передавать tail. Так или не так? Наоборот. То есть tail, object. Единственное, что теперь нам надо tail переименовать, да? Ссылку на tail перенаправить. Tail теперь будет равняться tail next. То есть, что теперь ссылка tail будет сотреть не на единицу, а будет на следующего, кто после tail идти. Ну, и в этом так дальше. Ну, мы посмотрим это все, я думаю.